Сегодня отметил бы свой 80-летний юбилей заслуженный работник сельского хозяйства Карачаева-Черкесии, бессменный руководитель колхоза Кубань Рамазан Айбазов. Полвека он стоял во главе одного из лучших хозяйств нашей республики, сельхоз Артели Кубань. Для своих коллег он был примером трудолюбия, принципиальности и честности. Рамазан Магомедович – кавалер Ордена Дружбы, Ордена Знак Почеты и Золотой Медали Министерства Сельского Хозяйства России. И его с полной уверенностью можно назвать легендой в сфере сельского хозяйства. О неутомимом «Труженике земли» в материале Беллы Джозаевой. Близко со своей родиной Рамазан Айбазов познакомился с 17-летним взрослым парнем. Он, конечно, знал, что Кавказ красив, но чтобы до такой степени, его поразили кавказские горы, но еще больше родная земля. Ведь он безгранично любил землю, и с самого раннего детства знал, и каким-то внутренним чутьем понимал, что она земля – кормилица, земля – житница. И поэтому по возвращении с вынужденной депортации поступил на агронома в Ставропольский сельскохозяйственный институт. Я вообще люблю сельское хозяйство и учился на агронома. Я мог бы и на кого-то другого учиться. Почему-то вот мне нравятся из детства растения. Ну и благородная работа – выращивать хлеб. На долю его поколения легла ответственная задача – поднимать все сферы жизнедеятельности, в том числе сельское хозяйство. В родном хозяйстве Рамазан Айбазов начинал простым поливодом, затем заведующим током, возглавлял комплексную бригаду, позже стал агрономом, и только в 1988 году он был назначен председателем правления колхоза «Кубань». Он был уникальным руководителем. Не просто потому, что придавал огромное значение технологии выращивания сельскохозяйственных культур, внедрял все детственные передовые методы в животноводческий комплекс, а потому, что всегда держал руку на пульсе. Это если говорить в целом. А если быть точным, не было в хозяйстве ни одной пяди земли, где бы не ступала нога Айбазова. Он вообще не любил сидеть в председательском кабинете. Его машина колесила везде. На тот момент в колхозе было более 80 полей, и он объезжал их каждый день. Был летосезон похоты, жатвы или сева. А появлялся он на работе уже в 6 утра. Колхозники привыкли к тому, что председатель был всегда рядом и все регулировал. Я радуюсь, если хорошо получается этому люду, который здесь живет, который здесь работает. Благодаря общим усилиям и, конечно, под руководством этого гениального директора, колхоз Кубань стал лучшим в республике. И даже в трудные 90-е, и тогда, когда от колхоза отпочковались два соседних населенных пункта, он удержал колхоз на плаву. Он сохранил все, абсолютно все, пусть и ценой своих неимоверных усилий. И не было в истории колхоза, чтобы его работники не получали свою заработную плату вовремя. Всегда, при любой ситуации, Айбазов ставил во главу угла благосостояние своих людей. Колхозники Кубани всегда жили хорошо. И на вопрос, который Айбазову задавали часто, как быть председателем колхоза, он всегда уверенно отвечал, надо очень любить землю и очень любить людей, которые ее обрабатывают. Амазан Магомедович Айбазов – это выдающийся сын карачаевского народа. Карачаевский народ может и должен гордиться этим. Он выдающийся сын всей Карачаево-Черкесской республики, всех народов Карачаева-Черкесии. Он выдающийся сын всей Российской Федерации. Надо отметить, что у Рамазана Магомедовича было редчайшее экономическое мышление. Он досконально владел абсолютно всей информацией, чего и сколько нужно людям и самому хозяйству. Он очень любил трудовые будни, потому что совсем не мог без работы. И главной задачей для него всегда было – обеспечить достойный уровень жизни сельчан. Сегодня дело своего отца продолжает его старшая дочь Марина. Уже можно говорить о том, что отцовские гены в новом председателе точно есть. Она также не знает устали. Многое, конечно, предстоит сделать, сохранить и завоевать. А в общий успех дела сельчане уже верят. Была Джозаева Светлана Шендрик. Вести Карачаева-Черкесия.